Вы знаете, меня очень удивило то, что произошло сто дней тому назад, когда вы стали временно исполняющим обязанности губернатора Ямал-Ненецкого автономного округа. Не только меня. Посмотрите, все социальные сети, весь интернет гудел. Я, честно говоря, еще был и горд тем, что Ямал все равно особенный какой-то регион. Самый молодой губернатор во всей России. То есть для меня это какой-то предмет даже гордости было. Ну, вот смотрите, прошло уже больше трех месяцев, прошли эти сто дней. И, честно признаюсь, я внимательно следил там. Я видел ваши встречи. Не одну, по-моему, встречу с президентом, встречу с премьером. Наконец-то решился вопрос с северным широтным ходом. Длинная такая тысячелетняя история. Вот она, реализация уже здесь. Вы сами-то довольны этим временем, проведенным уже в должности исполняющего обязанности губернатора? Конечно, жизнь сильно поменялась. Время сжалось. Теперь это самый дефицитный ресурс. Но стараюсь делать все, чтобы каждый день заканчивался, чтобы можно было вечером себе сказать, что он прошел не зря. Есть определенные результаты, и мы двигаемся к тем целям, которые перед собой ставим. Все наши инициативы, ключевые инициативы воспринимаются, потому как они нужны не только Ямалу, они нужны всей стране. И упомянуты вами крупнейшие проекты. Это, конечно, проекты, реализуемые на территории нашего региона, но масштабы их далеко за пределами. Находим поддержку, есть понимание, как двигаться. Еще многое надо нам сделать. В целом, нашей большой командой, с не только силами властей, вместе с бизнесом, но мы понимаем, что надо делать, и идем к этим целям. Когда мы говорим про северный широтный ход, вот такое название, оно в обиходе уже существует. Для меня это 501-я стройка. Я сын человека, который эту железную дорогу строил в 40-е годы, и не совсем по своей воле. И вот я помню, что отец и его товарищи, ныне ушедшие, пережившие это все, они очень печалились не о том, что они там пострадали невинно, а они печалились о том, почему бросили эту дорогу. Ведь мы ее построили, она действовала на каком-то там отрезке. И мне кажется, что какая-то правда историческая, что ли, в этом проекте есть. Мне кажется даже, что мы возвращаем долги этим невинно пострадавшим людям. Помимо экономической пользы, есть еще и вот такое, то, что радует сердце в этом проекте. Действительно, проект, как мы все знаем, Эмальца, с очень долгой историей. Она трагична, особенно в своем начале была. И очень важно сохранить эту связь времен. Есть теперь возможность перевернуть страницу, и этот проект по-новому преподнести, как проект успеха, как проект, необходимый для страны. Конечно, сердце кровью наливалось, когда видно было, что чуть-чуть не хватило. Смотришь на карту, накладываешь ту 501-ю стройку, и ты понимаешь, что в свое время, не зная еще этого, проектировщики провели дорогу по всем нашим крупнейшим месторождениям, которые открылись чуть позже. Медвежье, Уренгойское, Заполярное даже, если говорить про 503-ю стройку. Конечно, сегодня это очевидно, если бы стройка была завершена еще в те годы, освоение Севера нам бы стоило всей стране меньших ресурсов. Это была бы очень необходимая дорога. Тем не менее, она не была завершена. Мы помним эти героические усилия по обустройству Севера. Это известные кадры хроники, когда чуть ли не вышки ЛЭП везли вертолетами. Огромные ресурсы были задействованы для того, чтобы освоить Западную Сибирь. Сейчас мы стоим перед второй волной освоения. Нам необходимо улучшать логистику в Арктике. Такие задачи ставит глава государства. Поэтому проект снова своевременный. И мы рады, что в уже 21 веке мы подходим к его реализации. Вы вспомнили про время освоения. Я как бы жил тоже в то время. И очень много было романтики в этом. Ну, там песни всякие за туманом и за запахом тайги. Потом в командировках я видел бороды у мужиков, примерзшие к брезенту палатки там жили. Вот такая романтика, как бы тяжело все было. Но сейчас вот я, как и вы, коренной Ямалец, я смотрю сейчас, замечательные города, замечательная жизнь. И север уже сейчас, это такой прагматичный, такой подход серьезный, связанный с развитием промышленности. Уже никакого там запаха тайги. Хотя, конечно, у молодых, наверное, в сердце это есть. Но вот этот прагматизм, он же рождается не на пустом месте. Люди стали жить лучше, обустроеннее. Мне кажется, что вам будет гораздо сложнее, потому что это не обойдется тут народ палаткой, да, или там какими-то минимальными бытовыми удобствами. То есть запросы растут, и сейчас власти надо вот вам лично отвечать на эти растущие запросы. Поменялась. Поменялась жизнь на севере. Она еще много на самом деле надо сделать. Конечно, радует то, что наши города теперь комфортны для жизни. В них можно прилететь, там есть необходимая социальная инфраструктура. Но все равно тот эффект, что север осваивался очень интенсивно, где-то в ущерб необходимой социальной инфраструктуры, необходимому количеству жилья комфортного для северян. До сих пор мы еще пожинаем эти плоды. И хотя у нас позади годы активной стройки, активного ввода, благоустройства, задач еще очень много впереди. Поэтому север должен обживаться, должен продолжать быть таким уютным, комфортным. И главное, чтобы молодежь, молодые поколения, которые теперь особенно смотрят за средой своей жизни, приезжали сюда с удовольствием. Нам важно, чтобы всегда было молодое пополнение, чтобы наши города пополнялись новыми инженерами, новыми специалистами, у которых сейчас есть большой запрос на комфорт жизни. Должны быть подготовлены городские пространства, скверы, насколько нам позволяет наша скромная природа. Но над этим тоже надо работать. Есть примеры, когда даже очень тяжелые климатические города, поселки комфортно обустраиваются. Даже у нас на Ямале есть разница. Есть такие поселки, которые вызывают прям... Глаз радуется. Есть там, где еще много предстоит сделать. Обычно ассоциация с руководителем региона – это такой стратег, который думает о каком-то экономическом потенциале, об инвестиционной привлекательности региона, о наращивании каких-то возможностей для территории, которой он руководит. Но по своему жизненному опыту я знаю, что это еще и отец родной для населения. То есть вот что для населения, вот эти стратегические проекты, о которых мы говорили. Часто на этот вопрос приходится отвечать, потому как у нас многие проекты теперь двигаются в Арктику, на север. Это и всех на слуху Ямал-СПГ, в следующей очереди будет Арктик-СПГ. Кто следит, тот знает, там есть планы и по шельфовым проектам, они уже конкретизируются у компаний. Мы видим, что у нас серьезные организации работают на территории, они закидывают камни далеко. И часто приходится слышать вопрос, а что нам от этого. Конечно, это будущий источник развития округа на многие десятилетия. Это налоговые отчисления. И учитывая, что у нас на севере все дорого, нам всегда необходимы существенные ресурсы, чтобы решать те задачи, которые население ставит перед нами. Это связано с дорогами, с жильем, со всем этим большим набором задач. Это, конечно, рабочие места. И мы должны сделать большую работу, правительство, все вместе, чтобы все-таки на Ямале высока была доля внутрирегиональной вахты. Но часто мы видим, что где-то появляется существенная конкуренция с другими субъектами страны. Здесь нужно находить здравый компромисс, чтобы будущие поколения работников, молодежь всегда находили работу на Ямале, живя, например, в Ноябрьске или в Муравленке. У нас проекты в отдаленных территориях, когда мы говорим про Ямальский район, это уже такая совсем арктическая зона. Они, конечно, будут делаться вахтовым способом. Это очевидно, это самое экономически целесообразное решение. Нам не нужно строить уже в крайнем заполярье новые города, но важно, чтобы жители уже существующих городов, их дети в будущем находили полноценную хорошую работу. Мы, понимая, что идем в эти крупные проекты, создаем задел для развития. Сегодня, когда мы принимаем программы строительства жилья, объектов, прекрасно видим, какие будут налоговые отчисления у нас в ближайшие 3, 5, 6 лет. Это позволяет нам планировать хороший задел, причем мы к этому подходим консервативно, понимаем, что все переменчиво. В современном мире возможны изменения, как известно, и курса доллара, и стоимости бочки. Понятно, это все зависит, но фундаментально у нас есть ресурс для развития. Дмитрий, вы за это время побывали во всех муниципалитетах. Вы что, такой руководитель, который должен сам своими глазами все увидеть, прежде чем чем-то руководить? К своему счастью, я тут уже всю свою жизнь, поэтому для меня это не какое-то открытие чего-то, это проверка, скажем так, той динамики, которую заложили в последние годы. И работа в команде Дмитрия Николаевича Кобылкина, постоянно находился в этих поездках, в наши отдаленные муниципальные образования, в наши ключевые города. И важно видеть динамику. Тем более, сейчас мы это делаем традиционно летом, когда происходит стройка, благоустройство. За наше короткое лето необходимо много успеть. Ко многому подготовиться, да? Да, подготовиться к зиме, осуществить северный завоз в отдаленные поселки. И, конечно, это надо видеть воочию. Делаем встречи с населением, люди задают вопросы, которые, конечно, вложатся потом в программу развития этого муниципального образования. Мы слышим от людей запрос на главные, главные их вопросы, главные проблемы. Многое радует. Видно, что наши поселения, города изменяются. Изменяются к лучшему. В большинстве своем люди улыбаются, видят изменения. Многое, на самом деле, повторяю, надо сделать. Если сравнивать нас с другими регионами, то у нас ямальцы всегда путешествуют и ездят к своим родственникам на юг. Наверное, надо себе признаться, что у нас… Извините, что перебиваю. Вот дорога знаменитая наша, которая сейчас под Надымом сидит. Вот едешь по Кургану, въезжаешь в Тюменскую область. Программа сотрудничества в Ханты-Мансийске, в Ямал-Нинске. Уже другая дорога просто. Ну вот, честно говоря, на Ямале еще дорогу, к сожалению, не могу назвать. Хорошая. Хорошая, да, хорошая. Когда я… Такая шутка, наверное, но она очень правдивая. Когда прилетаешь, бывает, в Сургут, чтобы быстрее добраться до Ноябрьска, и едешь по дороге к себе на Ямал, то сразу чувствуешь, что ты приехал, что ты пересек границу, что разница все-таки заметна. И нам об этом люди говорят, надо называть честно эти вещи своими именами. По дорогам многое надо сделать по существующей трассе. Мы навалились, как известно, на стрельс в новой дороге, на Дым-Селехард. Она оттягивает огромные ресурсы. Это десятки миллиардов рублей, которые могли бы уже привести трассу от Ноябрьска до Уренгоев, до Надыма. Хорошее состояние, но вот не разорваться, поэтому сейчас наваливаемся на этот участок. Потом, конечно, нужно доводить до ума существующего. Но все равно, я думаю, ямальцы видят, что у нас постоянно в городах существует динамика. Что-то строится, что-то меняется. Каждый город имеет свое предназначение, имеет свою историю, и его необходимо развивать. Радует, что юг наш, который часто испытывает какие-то чувства с тем, что добыча падает. Сегодня мы начали находить ответы на эти вопросы. У нас есть технологии, и компания их начинает активно внедрять, которые будут гарантировать работу этих предприятий на многие годы. Это важно, чтобы у нас не только было активное развитие в новых районах, где сотни миллиардов инвестиций, огромные проекты, но чтобы и наши уже классические, как мы говорим, южные города также понимали, что их будущее понятно. Оно где-то, конечно, сопряжено с изменениями. Мы видим это, но все равно у всех есть ясное будущее, и люди видят следующий день. Что за эти сто дней, что за этот срок? Какие у вас представления сложились о том, какие претензии может быть чиновникам, и к какой вы видите свою команду? На Ямале создана хорошая команда. В широком смысле этого слова, это не только, конечно, региональное правительство, это главы муниципальных образований, это наш депутатский корпус. Он во многом представлен руководителями наших крупных компаний. Это люди очень опытные, которые ответственно относятся к своим коллективам, городам, где они работают. Это большая ямальская команда, которая расплоченная. Это наше огромное преимущество. Поэтому в целом я считаю, что здесь никаких революций происходить не должно. Но люди нам ставят запросы, и абсолютно справедливо, о том, как должен себя вести современный чиновник. Конечно, все мы, и региональные органы власти, и главы, и их команды должны меняться. Это открытость, ответственность, принципиальность в некоторых вопросах. Вы знаете, что за эти 100 дней приходилось принимать не самые приятные решения. Несколько глав ушло у нас в отставку, и это все было сопряжено с определенным фоном, с определенными причинами. Кто-то мне даже говорил, что, может быть, не надо таких шагов, что пускай, что называется, рассосется, может быть, как-то это все само собой сойдет. Но видно запрос от людей на другое. И если есть негативный фон, то от представителя власти ожидания максимальные. На то ты глава, на то ты высокое должностное лицо, чтобы в своем поведении, в своих даже каких-то за рабочим временем не быть, так сказать, негативным примером для всех. Это очень высокая ответственность, которую налагает бремя власти, неважно, муниципальная или региональная. Вот это важно. И это, надеюсь, все уже поняли, что надо очень внимательно следить за своими поступками и за своими действиями. Не совсем, может быть, вопрос из того же ряда, но мы живем на территории, где проживают и коренные народы Севера. Вы знаете, вот у меня уже давно такое, как бы, небольшое даже предубеждение сложилось, что вот мы все время как-то вот контактируем с ними, да, это вот на праздниках каких-то день или не было, да, бьют в бубен там, да. И это я наблюдал и в годы советской власти, и сейчас. Мне кажется, эти народы обладают такой могучей культурой, которая бы пригодилась нам, нам уже на другой уровень взаимодействия культур надо переходить. То есть принимать от них, может быть, какие-то их возможности по адаптации на Севере, да, по такому экологичному подходу к жизни, да. Вот я не буду углубляться дальше в этом. Ну, как вы думаете, вот не пришла ли пора действительно перешагнуть через это, не забрасывать это, оставить это все, да, но уйти глубже, как бы, да, вот в взаимодействии? Полностью согласен. Все коренные народы, которые у нас на территории живут, это, конечно, ненцы в первую очередь, целькупы, ханты, это носители уникальной культуры, уникальных навыков, и это то, что необходимо там максимально изучать, развивать, взаимодействовать. Где-то действительно мы уже скатываемся в какую-то такую, вот знаете, исключительно... Опереточное, как бы такое. Да, что-то вот мы проводим день коренного жителя, да, и считаем, что эти отношения гораздо глубже, и их необходимо поддерживать. В то же время надо понимать, что сами народы, их образ жизни испытывают сейчас огромное давление временем. Все равно молодежь современная не всегда уже хочет возвращаться к традиционному укладу. И здесь, на самом деле, мы стоим перед очень сложным выбором, как правильно выстроить эту систему. У нас существует система обучения в школах-интернатах, есть кочевые школы, как альтернатива тому, и так далее. Здесь нужен всегда баланс. Чего мы хотим, чего хотят родители для своих детей, чтобы они поехали сначала в райцентр, потом в одну из наших столиц, может быть, за высшим образованием, вернулись с отличными инженерами, либо далеко не уходили от своих истоков. Вот это всегда сложный вопрос, он такой носит фундаментальный, на самом деле смысл, который нам необходимо решать. Сейчас стоит такой вопрос, когда нам необходимо вместе с коренным сообществом, с их делегатами, они у нас есть в законодательном собрании, старейшины или их лидеры, определять, как нам правильно вместе развиваться. Потому что все равно время меняется. И здесь наш приоритет, безусловно, сохранение культуры, быта. Но важно, чтобы это не скатилось, как мы знаем, в некоторых странах, на Аляске это скатилось в какую-то музейную деятельность. В резервации. В резервации и так далее. Мы гордимся очень, что у нас это все сохранилось по-настоящему. Именно на Ямале. На Ямале. Не все субъекты могут похвастаться. Тоже есть такой момент. Мы этим очень гордимся. Как известно, это порой существенные ресурсы, которые тратятся на это. Но это может быть дороже всего. Сохранить эту культуру и помогать. Мы говорили с вами о том, что вы в каждом муниципалитете побывали, посмотрели. Бывали вы в них и раньше. Динамика какая-то. Но это понятно. Вы исполняющий обязанности губернатора. Но вы взяли и поехали на остров Заячий. Сам тоже своими глазами и руками. Вы взяли и приняли участие. Ямал забег. Побежали. Это представление, что вы не только властные структуры, но еще и про простую жизнь. Вы тоже хотите быть, видеть, чувствовать самому, очистить Арктику, самому пробежать по трудным арктическим дорогам. То есть вы как бы участник всего. Всего круга жизни. Говоря об Имал Забег, нужно передать привет ребятам из Гыды, которые... Я начал этот проект, они меня побудили к этому. Я им очень благодарен, что их идея... Представьте себе на секунду, что ребята из самого нашего отдаленного поселка, самого северного... Запустили проект, который присоединился весь Ямал. Отличные ребята, очень спортивные, крепкие. Им поэтому отдельный привет передаю. На таких ребятах Ямалы держатся, на самом деле. Вот они и есть наше будущее. Экологическая уборка. Это проект у нас уже имеет хорошую историю. Присоединился к ребятам-волонтерам. Огромное удовольствие с ними было просто весь день провести. Это выходной день был. Отличные ребята. По зову сердца этим занимаются. Любят наш край, любят природу. Разбираются во всех их нюансах. Просто их послушать. Было для меня большое удовольствие. И, конечно, где-то это подать пример. Понятно, должность привлекает большое внимание средств массовой информации. Я понимаю, что таким образом можно показать о том, что это все существует. И можно инициативно записаться волонтерам на уборку. Сейчас у нас остров Вилькидский. Мы на следующий год большую программу опять планируем по полуострову Ямал. У нас еще много, там необходимо убирать. Часто бывает, что люди рады бы помочь, рады бы присоединиться. А непонятны форматы. Вот мы всегда в этих мероприятиях не только показываем, что мы где-то приняли участие, а пытаемся рассказать, как в этом можно поучаствовать. Есть сайты, где можно записаться. Есть места, куда можно отправить анкету. И в следующем году тебя включат в этот состав. Ну и в конце концов, если кто-то просто лишний раз аккуратнее будет находиться на природе и бережнее к ее чистоте, благодаря тому, что в городе работают отряды, бережем Арктику, сохраняем Арктику, это тоже маленькая, но победа будет. Вот сто дней во главе Ямала. В России власть всегда подвержена критике. И власть, если ее представить, как он столб такой, на котором находится свет, тепло, вода, все к людям поступает. Но ведь к этому столбу может каждый подойти и сказать все, что он думает. Вы как относитесь к критике? Понимаете таких людей? Нормально то, что есть всегда несогласные. Это по статистике, по социологии. Что бы ты ни делал, каким бы ты ни был успешным и эффективным руководителем, всегда найдется 10-20% людей, которые будут несогласны. А порой к нашей деятельности есть абсолютно здравые претензии, и надо на них просто реагировать качественно. Поэтому я где-то даже и благодарен, когда есть критика. Понятно, надо ее, если она очень эмоциональная, как-то делить. Но все равно это опять это мнение, которое обязательно ты должен, как руководитель, учитывать в своей деятельности. Как правило, те, у кого все в порядке, они об этом не пишут. Пишут те, у кого есть вопросы. Это надо помнить, не забывать, совсем руки не опускать, когда ты видишь просто вал негатива, который есть, особенно в интернете где-то. В таких площадках у нас не принято хвалить, у нас принято ругать. Поэтому ты понимаешь, что все равно есть люди, ты их видишь. К счастью, у нас есть такие форматы, когда встречи с населением происходят, люди посещаем предприятия, больницы, школы. И люди искренне говорят, что видят изменения, улучшаются у нас многие вопросы. Цели, они есть. Во многом они заложены в программе развития Ямала за последние годы. Есть четкие задачи, которые поставил перед нами президент в своем майском указе. Такая большая шестилетняя программа. Прорыв. Прорыв. Это рывок, это очень амбициозные задачи. Они выполнимы, но необходимо очень хорошо поработать. Вот это главное. Вот эти задачи нужно решать, нужно улучшать жизнь ямальцев, реагировать на заслуженную критику. Для того и существуют все эти каналы связи. Но в целом, статистика и замеры показывают, социология, что ямальцы видят положительные изменения. Всегда, когда прорыв, когда такая революция какая-то начинается, пусть и продуманная так, как я вижу, что вы действительно стратегически мыслите. Но для прорывов нужны молодые в обязательном порядке. Поэтому удачи вам. Желаю успеха. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!